Детское радио представляет Сказки народов мира Китайская грамота Слушаем сказки и изучаем китайский язык вместе с преподавателем Института стран Азии и Африки МГУ и Международной школы китайского языка Мяо Чунь Привет, мои юные друзья Старая панда давно живет в горах Китая Больше всего на свете этот черно-белый мишка любит лакомиться вкусным зеленым бамбуком и рассказывать интересные истории Послушайте сказку о пяти дружных братьях Лю Жили когда-то в одной деревне пятеро братьев и были они так похожи друг на друга что даже мать иногда их путала У каждого из братьев была своя особенность Лю первый мог выпить целое море, а потом выпустить его обратно Лю второй не боялся огня Лю третий мог вытягивать свои ноги на любую длину У Лю четвертого тело было крепче самого прочного железа А Лю пятый понимал язык птиц и зверей Давайте седать по-китайски Братья жили дружно Лю первый ловил рыбу Лю второй поддерживал в доме огонь Лю третий и Лю четвертый работали в поле А Лю пятый пас гусей и овец Однажды в их деревню приехал правитель тех земель Он увидел стада и пастуха Это был Лю пятый Возле него лежала красивая козочка Правитель схватил свой лук, прицелился в нее Лю на зверином языке что-то сказал козочке Она сделала один прыжок и скрылась Так все звери и попрятались Не получилась охота у правителя Тогда он приказал схватить Лю пятого И бросить в клетку к голодному тигру Лю заговорил с ним на зверином языке И тигр не тронул его Разъяренный правитель велел казнить младшего брата В темницу пробрался Лю четвертый У которого тело было крепче самого прочного железа И подменил своего брата На следующее утро Лю вывели на казнь Но самый тяжелый и крепкий меч Разлетелся на куски, едва коснувшись тела мальчика Тогда правитель приказал бросить Лю в реку И тут на выручку пришел другой брат Кого? По-китайски старший брат Раньше в китайских семьях Было принято иметь много детей Поэтому в Китае так много жители А старший брат по-китайски К-К Старший брат, Лю третий, как вы помните Мог вытягивать свои ноги на любую длину Его отвели на высокий обрыв и столкнули в реку Юноша спокойно вытянул свои чудесные ноги И встал на дно, как ни в чем не бывало Тогда в гневе правитель распорядился Сжечь непокорного Лю на костре Тем временем Лю второй, который не боялся огня Незаметно подменил Лю третьего Стражники схватили его и бросили в огромный костер Вскоре дым рассеялся Посреди огня стоит Лю второй Целый невредимый и улыбается Правитель чуть не задохнулся от ярости Он приказал отвезти Лю далеко в море Привязать ему на шею тяжелый камень И скинуть в воду Тогда в темницу пробрался Лю первый Который мог выпить целое море Он занял место своего брата В назначенный день корабли ушли далеко в море Лю первому привязали на шею огромный камень И на самом глубоком месте Бросили мальчика в морскую пучину Нанхар По-китайски мальчик Самые популярные мужские имена в Китае Пэнг, Чюн, Йонг Так называют мальчиков Нанхар Лю первый скрылся в море И начал пить его Вскоре обнажилось дно Корабли правителя опрокинулись А сам он увяз в грязи Тем временем Лю первый отвязал камень Спокойно вышел на берег И выпустил море обратно А жестокий правитель Так и остался на дне Народ стал за это благодарить Непобедимых братьев Лю О секретах силы В дружбе В том, что братья всегда шли На выручку друг другу Сказки старой панды Повторяем и запоминаем Сегодня мы научились таким словам Первый Ти Второй Ти Третий Ти Четвертый Ти Пятый Ти А еще выучили китайские слова Старший брат Кыг И мальчик Нанхар Вот и все на сегодня Китайская грамота Сказки старой панды